Краску цвета сочной летней листвы для стен Галина Генералова выбрала сама. Ремонт в подъезде, ее победа в войне с коммунальщиками. Сейчас уже не видно закоптившихся стен, запах горелого пластика выветрился. Однако, всего 10 дней назад подъезд этой щекинской многоэтажки выглядел по-другому. В прошлом сентябре в доме загорелась электрощитовая, огонь распространился по всем этажам. Пожар потушили быстро, но черные стены остались, как напоминание. Прямо вот как в шахту, заходишь, черные потолки и двери, все абсолютно. Ну и мы ждали, ждали, когда это нам все сделают. Никак-никак, все не получается. А когда уже надоело, все, пожаловались. Галина Генералова, старшая по подъезду, рассказывает, коммунальщикам звонила каждую неделю, обращалась и к местным властям. И так 9 месяцев. Ситуация изменилась после того, как в конце июня в Щекинский район приехал Алексей Дюмен. Без предупреждения пришел в этот дом. После его визита и копоть за день очистили, и стены вымыли. Глава региона дал две недели на завершение ремонта в подъезде. Справились за 10 дней. Предложили и жителям участвовать, выбирать краску, контролировать работу. Работы были запланированы в этом подъезде, стояли на август месяц. Ну, меня, конечно, это не оправдывает, но факт того, что работы были запланированы все-таки. Я не могу сказать про прежнюю компанию, обращались они туда или нет. Дом находится с января месяц у нас в управлении, поэтому приоритеты стояли у нас только инженерные сети. При обследовании дома мы знали эту проблему, понимали все и сделали, как говорится, акцент на инженерные сети. Кроме коммунальных, на встрече Алексея Дюмина с жителями Щукина вопросов к местной администрации было немало. Например, где летом отдыхать. Когда начался купальный сезон, в районе было всего два официально разрешенных пляжа. Люди объясняли, ехать до них далеко, поэтому многие просто ходили на нелегальные. В том числе на берег водохранилища в Советске. Несмотря на то, что каждое лето здесь ставили запрещающие знаки и штрафовали на 500 рублей. Популярное место как бы. Сколько лет уже купаете здесь? Лет 15. Купался здесь, да. 8 июля пляж в Советске стал официальным, как и два других, деревни Груманты и Огаревки. Взяли пробы воды, очистили дно и территорию, окосили траву, поставили спасательные посты. Обошлись работой в полмиллиона рублей. В планах у чиновников продолжать благоустройство. В воду будет загружен песок, будут организованы пути подъезда, благоустроены грейдером, где отсыпать еще необходимым нужно будет. По временному разрешению торговли, также с предпринимателями беседа проведена. Два предпринимателя, в принципе, у нас изъявили желание. Естественно, все то, что в рамках закона. Мороженое, соки, вода. Район за районом. Алексей Дюмин продолжает встречи с жителями Тульской области. На этой неделе временно исполняющий обязанности губернатора приехал в Кимовск. Изношенная честная система, некачественные новостройки для переселенцев, плохая вода, проблем много. А вот пути их решения у местных властей всего два. Либо дожидаться приезда главы региона, либо своевременно обращать внимание на жалобы жителей. Анна Степанова, Алексей Чичевадзе, Первый Тульский.